Это вызовы времени в студии Николай Силков. Здравствуйте! Вся страна отмечает День защитников Отечества и 105-летия Вооруженных сил Беларуси. Дата была и остается одной из самых значимых в нашей истории. Праздник основан в 1918-м, как день рождения Красной Армии, вознаменование победы под Наровой и Псковом над германскими завоевателями. У каждого поколения свои герои в нашем государстве их помнят и чтут. Привыкли жить под мирным небом. Если это понадобится, значит будет порядок. Пойдут все и будут все защищать. Я считаю, что родился мужчина, значит уже защитник Отечества. С праздником вас! Всего хорошего! Перед современными защитниками мир ставит новые вызовы. Но задачи остаются все те же. Честь, преданность и готовность в любой момент стать надежным щитом на страже мира своей страны. Сегодня вооруженные силы Беларуси насчитывают около 75 тысяч человек. Это профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора и обеспечить национальную безопасность. Техническое обеспечение одно из лучших в Европе. Горький опыт научил в нынешней геополитической ситуации, когда вокруг происходит наращивание военной мощи сопредельных стран, боеготовность на особой высоте. Я считаю, что сегодняшняя обстановка в мире, которая сложилась, заставляет нас, военнослужащих, относиться гораздо более ответственнее к выполнению поставленных задач. Неважно, каких задач, любых задач. И на сегодняшний день каждый военнослужащий должен это понимать. Белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В этих словах президента, сказанных на заседании Совбеза, как нельзя лучше сконцентрирована вся суть белорусской политики. Никакой агрессии и вражды со стороны Минска. Однако обстановка по периметру заставляет быть начеку, работать на опережение, видеть новые риски и угрозы. Защита Отечества – это труд без перерыва на выходные и праздники. Тем более, что на повестке у главнокомандующего глобальная тема – концепция национальной безопасности. Документ, принятый 12 лет назад, помог выдержать острое давление на Беларусь, но пришло время его адаптировать. А пробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма в свое время здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на очередные брошенные нам вызовы – провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Но все испытания – это, прежде всего, опыт. А опыт – это бесценный материал для разработки стратегии дальнейшего развития. Адаптация концепции национальной безопасности под реалии сегодняшнего дня – вполне логичный и очень своевременный шаг. Вы видите, что в современную международную повестку вернулись элементы холодной войны. Гонка вооружений, ядерный шантаж со стороны лидеров отдельных западных государств. Очевиден рост угроз агрессивного национализма и экстремизма в различных формах их проявления. Вставай, страна огромная. В кругу Совета безопасности обсудили и проект закона о народном ополчении. Глава государства лично пресекает все фейки на корню. Система обороны в республике выстроена. В ее основе вооруженные силы, борьба с преступностью, охрана общественного порядка, сфера, компетенции МВД и внутренних войск – и в военное, и в мирное время. Но с учетом непростой ситуации каждый должен с оружием в руках уметь защитить и себя, и свой дом. В случае необходимости такие отряды смогут трансформироваться в партизанское движение. Президент и ранее неоднократно заявлял о возможности создания в стране сил территориальной обороны для реагирования на возможные вызовы и угрозы. У нас достаточно мобилизационного ресурса, который стоит на учете наших военных комиссариатах. И вот по поручению государства, которое мы провели проверку, мы видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану. Это, прежде всего, те люди, которые уже обучены, умеют владеть оружием. Но мы не исключаем, что добровольцы – это могут те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины. Будут желать принять участие в обеспечении защиты своего дома, своего имущества. В этих моментах мы, конечно же, предусматриваем курсы подготовки. Мы в короткий промежуток времени способны обучить людей, как при создании народного поучения, так и до создания в мирное время. Это также в рамках только уже территориальной обороны, как мы готовим людей, точно так же будут и ополченцы заниматься этим вопросом. Тем временем ЕС продолжает принимать максимально нелогичные решения. В надежде на что? Сделать хуже кому? Белорусам или своим? Или теми другим? Польша на позапрошлой неделе закрыла один из погранпереходов якобы из соображений безопасности, но по политическим причинам. А при остановке на неопределенный срок работы пункта пропуска Бобровники-Берестовица было объявлено днем 9 февраля. В 14.00 следующего дня прекратилось оформление транспорта и людей. По этому вопросу высказался и польский премьер Матеуш Моровецкий. В частности, он не исключил, что Польша закроет все оставшиеся пункты пропуска на белорусско-польской границе. Железный занавес опускается над Европой по принципу «бей своих местные в шоке». Вскоре погранпереход Стасилай-Бени-Кони для грузовиков закрыла и Литва. Причина все та же – ради национальной безопасности. Следом, в одностороннем порядке страна-соседка объявила о прекращении взаимодействия с белорусскими таможенами и пограничными службами по пропуску транспорта через границу. По этому поводу во время внеплановой встречи с иностранными журналистами высказался Александр Лукашенко. Глава государства убежден – это не что иное, как экономическая провокация, возможность надавить на торговлю и экономику. Ответные действия не заставили себя долго ждать, рычагов для этого более чем достаточно. Отныне польские грузовики смогут въезжать на территорию Беларуси и покидать ее только через белорусско-польский участок границы. Въехать в нашу страну или выехать обратно в Польшу, например, через Литву уже нельзя. Украина, между тем, продолжает накалять обстановку. А ведь погоду делают в США. А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос. Что ему здесь делать? Зачем Польшу? Именно в Польшу. В Германию, в Великобританию поехал. Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам. Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей сюда рядом. Я самолет пришлю, если что. Я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы, он останется в Польше. Потому что Польша – гиена Европы. И она сегодня, прежде всего, занимает вот эту самую активную роль, играет по эскалации войны в Украине. Политический терроризм, санкции, провокации, давление, внешние вызовы становятся все агрессивнее. Мы вынуждены реагировать. США останавливаться не собираются и продолжают милитаризацию Украины. Европу тем временем охватили антивоенные митинги. Люди требуют прекратить агрессию. Беларусь же за мир и созидание. Это особенно важно, когда переписывается история и предпринимаются недружественные действия в отношении нашего государства. И именно в этих условиях готовность каждого гражданина к защите Отечества приобретает всенародный характер. Мы очень миролюбивые люди. Мы знаем, что такое война. Мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой фактически войне. Так получалось, что Наполеон в Россию ушел через нас, туда и обратно, уничтожил Беларусь. Первая мировая война. Театр военных действий был здесь. Вторая мировая война для нас великая отечественная война. Театр военных действий в основном в Беларуси. Мы не хотим никакой войны. Тем более украинцы, люди, народ украинский, это не чужие нам люди. Это родные нам люди. Даже мои предки где-то там в Украине родились между Черниговым и Киевом. Это уже из личного. Поэтому мы абсолютно не собираемся нападать на Украину. Но не дай бог с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства. Мы вынуждены будем отвечать. И я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики. Если против нас будет совершена агрессия. Субтитры подогнал «Симон»